guten morgen планета земля хоть молитвасов дойч на я их пин вот фривка штана ну а пар блинчики и гимахт до сковородка я как сани разговаривает он дан вас кшенист камон он русиш маты ганы торцеля короче разговариваю разговариваю не разговариваю а рассказываю бог ты мой позвонила я сегодня в мфц говорю я позвонила в эту миграционную службу где ставят на учет они говорят без регистрации не поставим давайте это регистрировать ребенка надо я говорю мфц не регистрирует ребенка говорит она иностранка никакую прописку не получает они говорят мы такое первый раз слышим такое не может быть они обязаны это сделать может быть на основании вот этой моей зеленой книжечки они обязаны это сделать короче не знаю чё я туда звоню она мне нет мы не регистрируем она иностранка идите туда вы должны вас должны на учет поставить я говорю она меня не ставит на учет потому что вы не прописываете короче мы с ней ругались по телефону минут десять короче я сделаю так я соберу все документы поеду на эту фрунзу ну улица фрунзы называется короче вот так вот все и вас положу на стол говорю все они не прописывают что мне делать мне пистолет взять пойти туда и поставить подвесок или что или мне блин не знаю жалобу написать куда-нибудь что за дела короче без слез на все это не посмотреть они сами не знают что делать и как делать и почему делать и короче скажу позвоните туда и объясните этим людям что они должны там меня прописать если допустим она уведомли уведомление она не примет скажет это не то короче я бог дай мне терпение приехал грузчик грузит всю штукатурку но там наверно то на две не знаю надеюсь за два часа погрузит потом поеду в бал центр сдавать это все он горит я надеюсь что они возьмут это ну без подолы или как они говорят там без ну короче без палеты я говорю меня не волнует если они не возьмут это без палеты я все нахрен им на пол выкину этим мешком этому начальнику по голове огрею не дай бог мне как будто проблем не хватает других с этим застратым блин штукатуркам тут еще бегать продают всякую фигню людям а потом блин главное за доставку заплати обратно они не хотят забирать короче надо нанимать грузчиков чтобы кто-то куда-то что-то увез денег у меня конечно много миллиарды чтобы за это все постоянно башлять короче я решила буду покупать блин вон куплю не знаю 20 мешков сделаю две стены поеду еще куплю 20 мешков вот так буду сама покупать и привозить ну нафиг вот купили за раз она оказалась фигня так бы 10 мешков бы загрузила в машину я отвезла бы назад сдала а так блин получит а это ж немалые деньги все стоит туда-сюда блин за эти платить за эти доставки и потом все назад вести если это какая-нибудь фигня не штукатурка так что как-то так вот сдам эти все мешки поеду в мегаполис и закажу там другую штукатурку пускай мне там вывезут без qr-код заходить нельзя долбали уже со своими кодами на своими шприцами уже господи боже ты мой когда-то все закончится а сейчас же две прививки не хватает надо же третью и делать а тот сертификат блин заканчивается только год а потом опять две потом короче кормить миллионеров сдолбали фиг им они прививка нет нет дождутся ничего не буду делать так и один и один фиг ну что где привиты их куда выходить можете никуда всех закрыли я у фидерзель сейчас опять локдаун в лупят и все до свидания привет это не привиты тем более наша европе не действует европейская у нас не действует мне что блин две прививки теперь всаживать не не спасибо большое и так больная вот такие у меня бывают дни негативные сижу вот тут и да 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 и бобо и траляля и тапаля вот такая я иногда бываю занудная но все с юмором девочки мальчики с юмором потому что жизнь такая без проблем никуда мы не денемся вот такие вот дела отправила сына в школу уже обед сделала вчера я сделала уже шпагетти с соусом вот чтобы сегодня немного делать а сегодня утром накатаяла моя курочка и я уже ее сделала сейчас попробую вам показать вот моя там курочка стоит крылышки и спинка на обед и сегодня утром опять наши любимые блинчики делала дети захотели вот сушилка с бельем вчера еще развешивала тут в 11 часов ночи короче утром всем стою и до 11 до 12 как белка в колесе тенден 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 но сегодня хоть нормально поспала ту последние две ночи так плохо спала но сегодня вообще ой зара прости я тебя снимаю там нечаянно алло нет я не буду убирать а ты там взаде тебя не видно ты маленькая худенькая вон мамкины цветы надо вынести выкинуть это уже вода вся грязнючая вонючая все некогда вот такие вот дела а чем мы еще сегодня будем заниматься не знаю я короче может быть завтра поедем а нет надо мне сделать запись на тест на этот пцр тест вот надо им ну привести и да и найти бумажку на перевод буду сегодня бумажку этот фирм соль мне сыскать за арен куда я его дело не знаю блин при этом всем стрессе куда-то ее положила и забыла куда а эта бумажка нам очень нужна потому что на вот это вот как делать стайту забыла внж прям же это постоянное место жительства а это такая вот маленькая как удостоверение ой блин забыла короче без этой без этого фирм сольница не выдадут это ничего вот такие вот дела так что пошла я бумаги искать пожелайте мне фельр фольк доброе утро планета земля я опять на кормежки моих животных на часах примерно восемь с чем-то часов мы с кончиком позавтракали зара еще спит кант сегодня в школу опять не пойдет написали что нет отопления я его не поведу в школу потому что не хочу чтоб ребенок заболел не дай бог потом нас посадят еще блин на карантин на две недели не знаю не хочу я такое лучше пускай один до денек дома посидит мы сделаем все уроки ну и пойдет завтра уже школу задали стихотворение на целую страницу и они должны это выучить вчера задали сегодня рассказать помимо других уроков у него еще тренировка 6 до пол восьмого вечера короче мой ребенок просто не в состоянии выучить за там за за час стихотворения как-то все очень странно ну нет не за день а за два дня надо выучить ну одна мамочка написала что а мужа почти выучили я говорю ну простите у нас ребенок как бы немец ему тоже нелегко вот это вот тем более у него с его диагнозом о котором я по-моему вам рассказывала у него адс но это гиперактивность и в связи с этим он тяжело запоминает все тяжело запоминает как бы и потом еще выучить наизусть еще и русское стихотворение это для него прям взрыв мозга скажем тогда но он старается и всегда на пятерку рассказывает но не через два дня ему надо ну хотя бы дня четыре пять чтобы вот это вот все выучить хорошо и вообще задают им блин чуть ли не каждую неделю по два стиха вот сейчас как бы было был такой перерыв на пару недель часа 5 поперли эти все стихи к всему стресса но мне это надо стихи вот короче приехали мы мешки вчера сдавать сдали эти мешки я там не знаю короче с которые перевозили ну которые увозили у них как бы контора они как посредники у них там самозанятые короче за эльпштейнди они у них бусики и они есть ют а эти только в конторе сидят и типа работу раздают ну и вот и договорились на 3000 рублей приезжает шофер он же и грузчик с его же машиной и короче берет вот эти 126 мешков этой штукатурки это все в машину и туда в баут-центр договорились на 3000 хорошо все приехали туда выгружаем 116 а должно быть 126 я не могу понять все же вроде забрали посмотрела в одну комнату посмотрела на улицу оказывается вот они еще сколько мешков раз два три 4 5 6 7 8 9 10 мешков ешкин кот вот что мне на это ответить папа горит ладно оставь это мы горит это там смешаем когда будем заливать нам же надо как бы ленточные фундамент как сказать ну где забор под забором такую лента ленту надо будет залить горит туда их запихнем но не знаю они до лета может быть они будут уже не хорошими короче подожду эту неделю пускай папа приедет и может быть поедет все таки их издаст этих где эти 10 мешков что я свет забыла выключить или только что его включила он надо выключить будет короче как-то так а я звоню соседу говорю куда и через 6 10 мешков он такой не знаю я говорю я не знаю может быть неправильно посчитали может вы использовали больше они 9 потом приехала смотрю туда его корны бабай туда засунули мешки туда засунули на улице короче везде эти мешки раскидали по всей хате мужчины и мужчины как-то так пойду покормлю котят и свяжусь с вами опять кстати этот фюринг стоимость я уже говорила нет читаете или забыла так и не нашла пойду еще раз одну папку пересмотрю которую уже два раза пересматривала но на этот раз я буду каждый листочек из фольги вот этой вот вытаскивать пересматривать и опять назад по-другому никак вот как сквозь землю провалилась вот куда она делась не знаю не понимаю как будто ее кто-то специально вытащил так разорвал и выкинул не знаю где она а новую заказывать 38 евро потому что должна быть с апостилем и потом сюда ее надо будет пересылать а это длится тоже не ну как пока это письмо дойдет две-три недели потом пока вот они этот апостиль сделал этот фюринг совис опять тоже две-три недели короче я попала катастрофа вот куда она делась вот все там там были письма для родителей я все это с собой забрала все есть все письма даже ненужные бумажки а вот фюринг совиса нет вот куда он делся катастрофа какая-то короче ничего не нашла никакой фюринг совис написала на email в рад хаус и заказала новый придется опять 6 недель ждать ничего делать как рисуют какие-то крестики давай лучи блин свой стих крестик помогите мне пожалуйста кто не короче поедем в мвд они в мфц и попробуем там прописать цару чтоб потом встать на учет как то так потом когда поедем вставать на учет я и бумаги и отвезу на ну как его перевод ну сына ты своими крестиками как то так буду с вами прощаться на этом сегодня такой болтливый влог вышел чересчур но многом есть информации я с вами делюсь как какой результат ну в мвд был увидите завтра тогда пока пока до завтра так скажи нормально пока пока в мвд был у меня